И вновь доброго времени суток, еще от канала Накоменс Парадокс, и это игра Стиджин. Продолжаем. Взвлекуху. Теней все больше и больше, ты подумай об этом. Так, куда нам? Ой, со мной, а что тут забыли? Ребята, на что вы смотрите? Здесь есть нож. Что он здесь делает? Может быть, нам стоит взять его с собой? Согласен, давайте возьмем его. Тогда я возьму его. Да, то, что ты воин 900-го левела, да? Это смертельное оружие. Сможешь ли ты отнять жизнь, если придет время? Хватит ли у тебя сил, чтобы причинить боль даже этому монстру, если оно придет за нами? Возможно, нет, но может быть, тогда он должен быть... тогда он должен получить этот нож? Хорошо, я возьму его, как обычно, вся работа на мне, да? Ну, пожалуйста, будь с ним осторожнее. Конечно. Вы получили ритуальный нож. Эй, это всего лишь догадка, но я уверена, что мы почти на финише. Ты знаешь, мне начинает казаться, что записи на этих бумагах полная чушь. Вместе с этим точимся на том, как выбраться отсюда. Эй, да? Да, гипотетически, но если бы кто-то из твоих знакомых сделал тебе больно, как бы ты отреагировал? Ну, зависит от обстоятельств. Если бы это был несчастный случай, я, вероятно, мог бы его простить. Но если это было сделано специально, то возникла бы проблема. Думаю, в этом есть смысл. Почему ты задал этот вопрос? Мне просто было любопытно, я жалею о том, что заговорила об этом. Этот лабиринт когда-нибудь кончится? Это те записи, которые я дал тебе некоторое время назад. Если посмотреть на одну из книг в библиотеке... Кое-что, я думаю... Ничего, просто в любом случае... Я думаю, что тебе следует сходить к врачу, когда мы выберемся отсюда. Не думаю, что мне нужен у врач. Ой, тут есть дверка. Дверка. Еще дверка. Я думаю, мне стоит подождать, прежде чем идти вот на комнату. Давай проверим другие комнаты для начала. На английском почему-то. Чё это? Одинокий стол, окруженный колоннами. Что это? Наверное, это стоит взять с собой. Вы получили черную страничку. Ладно. Хорошо, допустим, предположим. Ничего. Так. Мы же отсюда пришли. Что-то это какой-то стремный подвал, а? Какой-то стремный подвал. Ребята, вы что тут делали? Другие комнаты. Одну комнату. Так, сейчас, секунду. Запись просто слегка оборвалась. Ну, точнее, полностью оборвалась. Поэтому пришлось ее начать заново. Ну, почти заново. Я просто склею два кусочка видео. Так. И... Какую нам сторону? Ой. Что там? Солпотворение от теней? Подожди. Здесь что-то написано. Ах, это... Чтобы свершить финальный ритуал для открытия выхода. Отдайте нож выборной жертве. Во время жертвоприношения она должна пролить свою кровь на алтарь с предельной искренностью в своих действиях. Только жертвоприношение того, кто заплутал в лабиринте, может открыть выход. Пипец, конечно. И... Что не совсем этим делать? О, больше камушков. Что это? Кристаллы сяще в воздухе. О. О. Так. Это как-то с вот этим вот связано, да? Черная бумага. Должно быть два зажженных верхних. Должны быть зажжены все, кроме вот этих вот трех. Должны быть зажжены все, кроме вот этих вот трех. Так. Так. Теперь нужно как-то погасить вот эти три. Ага. Так, хорошо. Все идет по плану. Так. Так. Теперь вот это надо погасить. Хм. Или как? Черная бумажка. Так. Ага. Такие вот это вещи. Так. Так. Вот эти три должны гореть. Вот это вот должно погаснуть. Вот эти вот три должны погаснуть. Да, это я буду долго думать. Я что-то наклацала, и оно сработало. Все кристаллы почему-то под землю убрались. Наверное, и дверь открылась. Тут чисто методом тыка гадать. Как их включать и выключать. Снова эта комната. Я не переживу, если мне придется еще раз это натыкивать. Уф. Ну? Что там, что там, что там? Похоже. Это похоже на выход. Эй. Да. Дай мне нож. Ага. Мы должны исполнить ритуал. Это было написано в той книжке. Ты ведь помнишь, правда? Да, я помню. Там сказано, что нужно пролить свою кровь, причем совершенно искренне. Дай мне взглянуть на нож для ритуала для открытия входа. Могу ли я это сделать? Нет. Я имею в виду, тебе не нужно этого делать. Позволь мне позаботиться об этом. Эм. Эй. Знаете, ты уже давно так себя ведет, не так ли? Это меня немного пугает. Я наблюдала за ним издалека. Он промотал себе под нос всякие странные вещи. Он явно сумасшедший. Пожалуйста, поверь мне. Не позволяю ему дурачить тебя. И вот сейчас ему понадобилось единственное имеющееся у нас оружие. Мне это совсем не нравится. Было бы безопаснее позволить мне провести ритуал. Дать ему нож, дать ей нож. Как хорошо, что мы засыривались. Ну. Ну. Ну, давай дадим пацану ножик. Мы же засыривились, правда? Спасибо. А теперь прочь с дороги. Че? А? Он ее прирезал? Что? Почему? Потому что этот нож единственное, что хорошо выполняет свою работу. Что, мать твою, ты наделал? Успокойся. Думаю, что единственные, кого преследовали эти видения. Это не видения. Они ощущались такими реальными, потому что они и есть реальность. Че? Совсем, что ли, охренел? Это было так странно. Мои воспоминания постепенно начали возвращаться после того, как я коснулся... Проснулся рядом с этой женщиной. Этот лабиринт... Этот лабиринт всянули в троих. Слабое очертание гексограммы в том месте, где мы проснулись, является доказательством того. Одна в комнате с травой, где я проснулся. Одна в комнате, где ты проснулся с бассейном воды. И одна в комнате возле библиотеки. И что? К чему ты клонишь? Только что убил женщину. Это означает, что на каждую гексограмму должен быть один человек. Понимаешь, к чему я клоню? Здесь застрял еще один человек? Верно, он был. Женщину, чьи останки мы нашли в комнате. Не может быть. Тогда это значит... Она кого-то грохнула? Ты прав. Я не та женщина. Нет. Я та? Я тот, кто вызвал вас обоих сюда. Мне любопытно, как долго ты помнишь об этом. Да кто ты, мать твою? Зачем ты ее убил? Ты правда еще не понял? Даже если бы я испортил все эти хреновые книги библиотеки. Даже если бы я заменил их книгами, воспевающими меня, она бы продолжила все выяснять. Она мне мешала. Но я уже начинаю выходить из себя. И закончу играть с вами двумя и побегу... И сбегу с этим замечательным телом, которое я нашел. Благодаря вас обоих. Это было действительно весело. Ой, глаз вываливается. Скажи мне, как много раз это происходило? Эх, видишь эти черные остаточные образы? Честно говоря, я даже не считал. Просто сделал это много-много-много раз. Достаточно часто, чтобы врезаться в память. О, лицо все... Все страшнее и страшнее, господи. За что? Прощайте психика, прощай желудок. Просто с вами, ребята, очень весело играть. Я хочу... И я еще не закончил. И именно так, как сказано в книге. О, так ты помнишь. Эй, разве ты не должен сейчас пройти через выход? Та женщина мертва. Как только ты войдешь в эту дверь, все вернется на круги своя. Что ты имеешь в виду? Откуда ты знаешь? Так уже происходило раньше. К тому времени, как я понял, что происходит, она держала в руке нож. Но из-за того, что я вмешался в жертвоприношение, ритуал провалился. Но как же она? Почему она сразу же не направилась на выход? Как только убила одного из нас. Я могу открыть дверь только крови этого парня. Ты и эта женщина. Просто беглецы. Я собиралась привезти сюда только одного из вас. Не знаю, почему мне получилось другое. Что? Скоро ты все поймешь. Слушай, когда эта дверь откроется, беги в нее так быстро, как только сможешь. И не оглядывайся. Ты собираешься провести ритуал? Похоже, у нас нет особого выбора. О, ты правда думаешь, что сможешь выиграть в этот раз? Трое. Твое новое тело. Должно быть, сильно тебе тормозит, да? Ты абсолютно придурок. Как ты сам уверен после такой череды проигрышей? Пипец. Что за хитауни пошел? Я делаю это не для того, чтобы выиграть. Сейчас или никогда. А? Что? Какого ху... Рена? Ты серьезно собираешься жертвовать собой? Слишком много временных петель, чтобы их можно было... Сосчитать. И ни в одной из них кто не пробовал это? Что? Ты слишком напуган, чтобы жить и сражаться со мной? Чего именно ты пытаешься достичь? Думаю, ничего. Эй. Я сожалею за то, что я должен сделать. Что... Что ты... Эй! Эх... Зачем же прям так-то? Не мог как-то поаккуратнее, что ли, чтобы ничего не повредить себе? А? А! Дверка открылась. Нет! Я же сказал. Я не пытаюсь выиграть. Беги! Сейчас! Да вонуться и не жить. Ой, один большой глаз вместо лица. Теперь ритуал совершен, ведь так? Я впервые такое вижу, так что я не уверен. Сначала я это не заметил, но потом обнаружил, что ты преследуешь меня, пока мы продолжаем петлять. Тогда-то ты... Тогда-то я и служил два к двум. В таком смыс... В таком-то смысле... В каком-то смысле ты сам это сделал. Я не смогу достаточно отблагодарить тебя. Похоже, это конец для нас обоих. Жаль, что мне придется умирать. Несмотря на твое отвратительное лицо. Ух ты. Чё, финал, что ли? Это... Это что? Парад жизнедеятельности, что ли? Речка. Долгая речка. И мы вышли к свету. Чё такое? Чё это было вообще? Так. Что? Пригнали врачей. Вот так ты проснулся. Мне приснился очень странный сон. Что? Что? Я ничего не помню. Что произошло? Автомобильная авария. У водителя случился сердечный приступ, а его машина проехалась прямо по пешеходному переходу. Он сбил тебя и женщину, которая в это время переходила дорогу. Я уже начал беспокоиться, что вы двое никогда не проснетесь. Двое. Странно, но вы оба проснулись в одно и то же время. Эх. Потерпи еще... Потерпи, ты еще не готов вставать. Тебе придется провести в постель по крайней мере пару недель. Двоем. Кто из них выжил? Надеюсь, что пацан. Потому что тетку захватили. Ты даже не представляешь, как мы волновались. Мы пришли к тебе сразу, как только нас впустили. Ты бы знал, как плакала твоя мама, когда увидела тебя таким. Вот почему здесь только я. Сегодня. Отдохни немного, пожалуйста. Ты знаешь, что произошло с водителем машины? Водителем, пока ты спал, я связался с его семьей. Он умер еще до того, как ты проснулся. Семья не смогла позволить тебе операцию. О, грустно как. Я понимаю. О затратах мы поговорим позже. Когда мне разрешат вернуться домой, я начинаю чувствовать себя лучше. Я разговаривал с доктором, пока ты спал. Он сказал, что ты сможешь приехать домой завтра днем. Это хорошо, я хочу уйти завтра. Мне очень жаль, но ты... Ну, сможешь ли ты справиться с процедурой выписки самостоятельно? Я и так пропустил слишком много работы. Думаю, да. Я выбрал тебе одежду, она в шкафу слева с некоторыми другими вещами. Кстати, ты уже начал курить? О чем ты говоришь? Я не курю. Странно то, что ты носишь с собой зажигалку. Тебе не кажется? Зажигалку? Да, блин, зажигалку из того мира. Ах, моя голова. И пошли вьетнамские флэшбэки. Что такое-то в порядке? Да абсолютно всего лишь в загробном мире побывал. Эй. Можешь дать мне контактную информацию из семьи водителя? Конечно, можешь. Ух ты. Ну-ка. Давай-ка засейвимся. Что это там? Что там за чел на балконе? Тусить. На табличке написано, что это комната для курения. И я не курю. Спасибо, я знаю. А бегать ты не можешь? Это чужая комната. На табличке написано чужое имя. Чужое имя. Чужая комната. Бальничная палата. Полные людей, которых я не знаю. Тетенька, деденька. Как вы себя чувствуете? Должно быть нормально. Что такое тормозной-то, а? На том свете это двигался быстрее. Так. Нет причин заходить туда. Еще одна полная людей палата. Склад. О, а тут что? О, нет. Эта баба выжила. А? Эх, мисец. Что-то случилось? Эх, ничего. Должно быть, она все забыла. Наверное, это к лучшему. И мы пошли на могилу к нашему другу, который пожертвовал собой, чтобы мы оттуда выбрались. Из этого страшного мира. Мы угадаем. Оставили ему зажигалку. Спасибо, что играли. Пароль жертвоприношения. Ну что ж, на этом, пожалуй, и закончим. Хотя, может, стоит только концовку посмотреть. Нет, оставлю для отдельного видео. Это был канал No Comis Paradox игра с Тиджин. Я думаю, что это еще не последнее видео по этой игре. Но с первой и самой лучшей концовкой это подозреваем. Хотя, может быть, вторая будет вообще без жертв. Кто знает. Да. Закончим. Это был канал No Comis Paradox игра с Тиджин. Если вам понравилось, если у вас есть совесть, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, если не подписаны. Если у вас нет совести, то мне вас очень жаль, потому что бессовестных людей никто не любит. А так, хорошее времяпровождение в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok